Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лена Полякова, и канал Европлант Лайф продолжает свою работу. Как вы знаете, я владелец компании Европлант, живу в Варшаве, покупаю растения здесь декоративные для нашего садового центра. Переехала я сюда на постоянное такое место жительства года три назад. Но, в общем, я уже довольно давно поняла, что здесь оформление, озеленение жилых комплексов довольно сильно отличается от того, к чему мы привыкли, ну, скажем так, в Санкт-Петербурге. Мне захотелось поговорить об этом с работниками нашей отрасли, с девелоперами. Ну, и мы вот придумали такую конференцию, назвали ее «Добавленная зелень», провели ее вместе с питомником Грабчевских. Концепция этой конференции лежит в плоскости, по сути, маркетинга. В процессе общения с коллегами нам удалось выяснить, что здесь, в Польше, озеленение – это действительно очень эффективный, и что удивительно довольно дешевый маркетинговый инструмент, который используют девелоперы для того, чтобы продать свои квартиры дороже или быстрее. Мне очень понравилось такое сравнение. У нас еще популярный российский фильм называется «Обыкновенное чудо». Знаешь, там главный герой, волшебник, решил в какой-то момент поговорить со своей женой о любви. И он создал такую сказку, помнишь, там «Медведь», там, и все такое, такой красивый фильм. И мне показалось, что как-то хотелось бы поговорить с нашими девелоперами, с нашими архитекторами, почему в России то, что сейчас строится, так мягко говоря, отличается от того, что строится в Варшаве. И чтобы поговорить с этими людьми, я придумала концепцию этого мероприятия. Очень благодарна Войтоку, который эту концепцию поддержал. Нам действительно хотелось выяснить, что идет не так в России, и что сделала Польша для того, чтобы изменить положение, которое изменилось буквально за 10 лет кардинально. Когда здесь каждый двор стал садом, и мы вот тут встретились, собрали людей, знакомых, прежде всего, Войтока, которые работают в этом бизнесе многие годы. Как тебе вообще вот это мероприятие? Мы вот сейчас провели уже основную часть, то есть семинар, семинарские часы. Сидели здесь с 9 до 6 вечера, слушали 7 прекрасных докладчиков. Как-то доволен выступлением? Очень доволен. Я в восторге от того, что столько человек интересных и заинтересованных приехал из России, на самом деле. У меня некое дежавю, на самом деле, я сейчас это ощутил. Потому что, на самом деле, в России все происходит так, как надо. И точно так же происходило здесь. Нужен критицизм, конечно, и нужен прогресс, но, на самом деле, это правильное развитие, это правильное начало развития вот того, о чем мы сегодня говорили. То есть в России просто нужно показать пример, а этого примера внутри страны не хватает, поэтому нужно вывозить людей сюда, или сами люди путешествуют. Очень много россиян катаются вокруг света, да, и делают выводы. Но, чтобы это делать целенаправленно, и по делу, по теме, так как сегодня и завтра будем это продолжать, я думаю, это просто ускоряет этот процесс естественный, который неизбежный. Он просто не начался. Безусловно, и то, что этот процесс начался, конечно, свидетельствует об этом то, что столько людей приехали. То есть приехали люди, которых мы и ждали, собственно. Приехали люди, которые работают в ландшафтном строительстве, это само собой, потому что здесь перед нами выступали известные польские ландшафтные архитекторы, которых, ну, конечно, нельзя было не послушать, ради них можно было приехать. Но, кроме этого, приехали еще и девелоперы. Это тоже очень важная история, безусловно. И то, что они приехали, я считаю, что это вообще, это и есть успех. То есть мы просто поняли, что они тоже уже интересуют, их уже интересует вот эта тема. И это значит, что, в общем-то, все сдвинулось. Конечно. И еще огромный плюс вот таких мероприятий, то, что люди могут пообщаться друг с другом на нейтральной земле. Да. Как будто, то есть выехать и расслабиться, а как бы забыть, отложить в сторону свои ежедневные заботы и свои процессы, которые нас всех увлекают очень сильно. И здесь, на самом деле, нужно путешествовать для этого, вообще нужно путешествовать. Это самый лучший университет мира, да, это путешествие. Но если ты делаешь это вместе с людьми, которые мыслят о том же и интересуются тем же, да, еще есть время и пространство для того, чтобы это поговорить и пообщаться с международной тусовкой. Да, у нас же потрясающая география. Да. Люди приехали, начиная там от Прибалтики и заканчивая Сибирью. Сибирью, да, и Ташкентом, и даже Черногория, Украина, естественно, Москва, Питер. Удивительно, Сибирь просто никогда не была там, мне кажется, страшно далеко. И вот все приехали, мне кажется, что действительно даже самообщение продуктивное. Это очень важно. В принципе, в нашей компании, в нашем питомнике, единственная маркетинговая активность, которую мы регулярно стараемся поддерживать, это именно общение коллег. Да, между собой, да. Ты ко всем обращаешься к коллеге, и для меня это не принято, как бы необычно немножко, но потому что они сами так не думают о себе. Они думают о себе конкуренты, подрядчики, клиенты, поставщики. Вот на самом деле, когда абстрагироваться от барберы ночной, да, мы все коллеги, да, и нам надо общаться, потому что иначе мы не пойдем как область, мы не пойдем вперед. Мы можем делать свой бизнес сами по себе, но чтобы этот бизнес был хорошим в генеральном смысле. Какая-то почва для разговоров, какое-то общение в неформальной, в том числе, обстановке. Это, конечно, очень важно. Да, и супер важно еще то, что это чувствуется, что это не коммерческие, это не рутинное мероприятие, да, не из каталога вырезанная, заказанная поездка, да, какая-то там по интернету. Да, может быть, у нас не все гладко, но зато с душой все. Зато с душой, да. Просто хотелось это сделать, хотелось поговорить с этими людьми, и вот мы их собрали, и мы можем с ними поговорить. Вот они эти люди, вот они приехали. И так же поляки, как и гости русскоязычные, я думаю, у всех есть увлечение, у всех есть... Конечно, потому что мы в нашем бизнесе работаем, именно потому что, да, есть страсть. И тут есть такая прекрасная возможность поговорить про свою страсть. Замечательно. Очень рада здесь приветствовать Юру, которого я знаю очень много лет. Мы же раньше жили уже в одном городе, теперь я уехала, и Юра приехал в Варшаву. Как тебе наше мероприятие? Ну, честно говоря, я получил и на тот случай, когда я получил то, что хотел. Бывает так, что ты получаешь больше, чем ты ожидал, иногда бывает, получил меньше, чем ты ожидал. Я получил то, что ожидал, а это очень, на самом деле, много. Потому что здесь получилось несколько количества аргументов для работы с девелоперами. Суть и факты, которые настолько железные, которые непробиваемые, которые позволят мне захватить пол страны. Ой, отлично. Отлично, спасибо большое. Здравствуйте, Светлана. Очень рада вас снова видеть здесь, в Варшаве. Приехали издалека, из Екатеринбурга. Действительно, очень долгая дорога. Хотела спросить, как вам понравилось наше мероприятие? Оправдало ли ожидания? Ну, и вообще, зачем вы приехали? Какая была идея? Ну, мне хочется сказать, что мне вообще понравилось путешествовать и бывать на мероприятиях, которые реализует Лена. Потому что они действительно информативны, они познавательны, они заставляют думать и хочется, как бы сказать, развиваться. А это самое главное. То есть в нашей работе, если мы не будем развиваться и узнавать что-то новое, то мы, ну, как бы теряем свою квалификацию. Вот. А это мероприятие я сразу для себя решила, что как бы я была, не была занята, я побываю здесь обязательно. Потому что тема интересная. И я очень много работаю с городом в Екатеринбурге, с девелоперами. Вот. И это больная тема для нас, Екатеринбурга, в какой-то мере. Хотя, вот я посмотрела, Варшава 1994 года из одного из докладов, это примерно Екатеринбург, ну, года три назад, наверное. Но у нас сейчас очень много идет. Ну, вот выступление Мирослава, и с Мирославом мы знакомы, потому что он очень много работает в Екатеринбурге. Я считаю, что он действительно много принес и в Екатеринбург, вот, ну, новых, для, может быть, для Европы это не новые идеи, для нас это новые. Вот. И поэтому, ну, как бы сказать, я считаю, что такие мероприятия обязательно нужны, потому что они дают возможность нам общаться и расти. А наш рост, это рост наших растений и рост наших садов. Спасибо огромное. Я, конечно, не рассчитываю на комплименты, но я очень рада, что у нас что-то получается. Спасибо. Мне кажется, что хорошее начало. Это должно быть предложено. Да, должно быть. У меня есть идея. Спасибо большое, Светлана. Спасибо. Мы пригласили на наше мероприятие знаменитого польского ландшафтного архитектора Пана Мирека Штуку, который работает, можно сказать, по всей Европе и в Азии тоже, начиная от, может быть, Шотландии и до Дубаи, Сибири, много проектов в России. Хотела спросить, как Пан Мирек согласился принять участие в нашем мероприятии? Я всегда думаю, что это хорошо рассказывать людям, как можно улучшить среду. Потому что я всегда, у меня есть такое доверение, что среда, в которой люди живут, она влияет на людей. И людей можно изменить, можно, так сказать, улучшить или их жизнь сделать лучше, как хорошо запроектировать пространство. Я думаю, что во всех странах это важно. А такие страны, как Россия, теперь начинается большой разговор по этой теме. И у нас есть опыт, и мы всегда готовы этот опыт показать и поделиться с ним. И просто потому, это почему мы согласовали приехать и поговорить, как мы делаем ландшафт. Всем задаю один и тот же вопрос. Вот у нас приехал подрядчик, который занимается реализацией проектов городской озеленения. У всех спрашиваю одно и то же. Скажите, зачем вы сюда приехали? Ну, скажем так, Польша очень сильно за последние 15 лет в ландшафтной архитектуре и в ландшафте сделала большой рывок. Даже я смотрю, что выработала какой-то свой городской стиль озеленения. Мы были в разных странах Европы, но озеленение Польши, городского, я имею в виду городского, именно где социальное пространство, оно действительно удивляет. Новые тенденции. Ну, это как бы своя школа. И хочется подчеркнуть новинки, новые тенденции и познакомиться с коллегами и пообщаться. Как удалось. Удалось, спасибо. Очень хорошие лекции. Мы еще не закончили, конечно. Очень продуктивные. За два дня столько информации, что не один год перерабатывать. В Латвии ландшафтная компания «Лаби Коки». Скажите, пожалуйста, зачем вы к нам приехали? Ну, в «Лаби Коки» живут в Риге. И уже в Риге очень известная компания. Но так как их все компании, мы ищем всегда лучшие решения для того, как город сделать еще зеленее. И у меня сегодня были реальные вопросы, на которые я получила даже ответы в этом семинаре. И это было, как поднять амбиции у наших ландшафтных архитекторов. И сегодня лекция Мирослава вообще была, как бальзам рижский на мою душу. И ответил на все мои вопросы. И я даже составила себе план дальнейших работ с нашими ландшафтными архитекторами. У нас в гостях руководитель бюро ландшафтного дизайна из Воронежа. Я задаю всем традиционный вопрос. Зачем вы сюда приехали? И как вам вообще наше мероприятие? В первую очередь хотел бы спасибо сказать организатору Елене. Это мероприятие уникальное, я бы хотел сказать. Потому что никогда не был на подобных мероприятиях. Я решил сюда приехать, потому что я считаю, что эта тема очень актуальная на данный момент в России. И в частности в Воронеже. И я думаю, в этой сфере нужно развиваться. И здесь я почерпнул максимум информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!